Нестабильная для человека, но достаточно комфортная для многих других микроорганизмов погода стала поводом для обращения брещан за медицинской помощью. Как оказалось, клещи не дремлют. Несмотря на то, что пока это не такое распространенное явление, к специалистам детской областной больницы продолжают обращаться за помощью родители. Извлечь самостоятельно насекомое не всегда просто. Детей, особенно чаевцы, кусают клещ, потому что дети больше играют в траве, лазят по кустам и менее безопасно себя ведут. Хотя ответственность за укусы клещей больше лежит на родителях. В наше время существует очень много средств, которые предотвращают укусы клещей, репелленты. Есть репелленты, которые наносятся на одежду, то бишь перед прогулкой можно обработать. Есть репелленты даже для совсем маленьких детей, которые наносятся на кожу. Опять-таки, это идет предотвращение укуса клеща, профилактика. Хотя по статистике наиболее распространенное обращение с наступлением теплого сезона – травма. Упал с роликов или самоката, врезался на площадке в гироскутер или велосипед. Сценарий получения повреждений разный. Исход, как правило, один. Постельный режим, спокойствие конечности, а в отдельных случаях и гипс. Чаще всего это получаются переломы, потому что падение движущегося какого-то предмета, разумеется, риски переломов гораздо больше. Да, кто-то скажет детская шалость и отчасти будет прав. Однако нередко за такими ситуациями стоит отсутствие должного родительского контроля, либо наоборот, его чрезмерное проявление. Как это выражается в организации детского питания? Бывает так, что взрослые, желая угодить ребенку, идут у него на поводу, покупая часто фастфуд или радуя домашними булочками или деликатесами. И как следствие, к 14-15 годам у подростка может развиться сахарный диабет или даже ожирение. На данный момент 25% наших подростков имеют избыточную массу тела. И около 15% страдают ожирением, то есть это заболевание. Если даже мы посмотрим на улицу, то мы встречаем этих детей, не важно какого возраста, ему может быть 6-7-8 лет, а он уже страдает этим ожирением. И к 18-19-20 годам он имеет кучу букет хронических заболеваний. Правила помощи ребенку, как бы банально ни звучало, просты. Больше гулять на свежем воздухе под присмотром родителей, реже обращаться к гаджетам, получить сбалансированное питание, приготовленное с любовью и заботливыми руками родственников. Размеренный рабочий день. К слову, последним, именно грамотное распределение ресурсов ребенка позволяет ему быть максимально успешным, добиваться высоких результатов в школе и дополнительных секциях. В противном случае нередки ситуации, когда переутомление может привести к артериальной гипертензии, которая, кстати, на первых своих этапах не всегда проявляется. Благодаря вот в том числе этой диспансеризации мы выявляем даже без всяких жалоб повышенное давление. Ну и, конечно, нужно сказать, что когда есть жалобы на головные боли, на какую-то утомляемость, головокружение или какие-то потери сознания, то всегда нужно помнить о том, что это может быть связано в том числе и с повышенным давлением. Как быть, спросит нас внимательный зритель. Ответ очевиден. Лучшая поддержка – это забота и внимание. Тогда в детско-родительских отношениях формируется благоприятный психологический климат и доверие. А это – залог самого главного успеха на долгие годы. Продолжение следует...